Дорогие читатели газеты «Завтра». В ситуации, сложившейся в связи с особыми мерами, предпринятыми властями в целях борьбы с эпидемией коронавируса, мы организовали курьерскую доставку номеров нашей газеты. Желающие могут обратиться по телефону 499-350-1779 или по электронной почте почта собака деньмагазин.ру. Доставка осуществляется как по Москве, так и по всей России, а также по другим странам мира. Обратите внимание, все это у нас происходит на Великий пост. Значит, цифровые пропуска, вот этот цифровой электронный контроль вводится вообще на страстную неделю, причем в среду на четверг. Для православных мы понимаем, что это такое. И возможно, что те, кто не сможет получить этот электронный пропуск, если все-таки их не отменят, потому что, насколько я знаю, сейчас очень мощная волна поднимается, уже протесты, вплоть до подготовки заявлений в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет об антизаконных действиях мэра Собянина. Так что еще неизвестно, чем этим кончится. Но складывается такое впечатление, что они просто хотят сорвать Пасху, потому что многие люди, не имеющие возможности регистрироваться и получать пропуска, они не смогут пойти, не смогут выйти под угрозу быть оштрафованными. Хотя, и это я не могу просто не отметить, очень важный момент, что у нас по закону об услугах, госуслугах, не имеют права намязывать госуслуги в электронной форме. Этого закона никто не отменял. У нас нет ни ЧП, нету какого-то другой ситуации, при которой можно отменять законы. И получается так, что фактически очень большую часть людей, они как бы выводят за правовую сферу, они лишаются своих гражданских прав. Вот этот момент я не могла не отметить, чтобы лучше понимать вот эту ситуацию. Посмотрите, как получается. У нас сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией власти, которые оптимизировали нашу систему здравоохранения, как мы знаем, и несут ответственность за то, что происходит сейчас именно в сфере здравоохранения, непосредственно борьбы с коронавирусом, пытаются свалить всю ответственность на граждан и вводить вот эти жесткие карательные меры. И вот то же самое сейчас происходит у нас с образованием. И я считаю, что если сейчас вот эту дистанционку они будут внедрять усиленные темпами, это и будет означать оптимизацию теперь уже системы обучения, то есть ликвидации школ, традиционных школ, которые только и могут обеспечить образование. И вместе с вот этим провалом в системе здравоохранения мы получим не просто провал, мы получим убийство наших школ и провал, с которым уже не будет выхода в системе образования. Значит, фактически можно сказать следующее, что власти воспользовались ситуацией с коронавирусом, чтобы усиленно и ускоренными темпами провести тот проект, о котором мы неоднократно говорили, проект или программа, которая прописана в форсайт проекте образования 2030. Вот там в черном по белому написано, что на четвертом этапе реформирования, это с 22 года происходит слом ликвидации традиционных образовательных систем. Это по плану, но поскольку они всегда конъюнтурно поступают, ориентируясь на условия, сейчас создались очень благоприятные условия для них, для того, чтобы это ускорить, они, похоже, решили приступить уже основательно вот к этой ломке и к ликвидации. Значит, что здесь надо сказать? Что первое, когда началась эта ситуация, то власти незаконным образом стали требовать от родителей переход на дистанционное обучение. Причем тоже правовая сторона этого дела, она очень темная, потому что где указом, где постановлением губернаторов, где постановлением городских властей отдавались указания директорам, опять-таки, ни на чем не основаны. Директора, значит, учителям, учителям, родителям. Вот такая цепочка. То есть это был порядок обязательно принудительный, в котором не спросят согласие, не интересуются возможностями, всех заставили фактически прийти вот на это дистанционное образование, как бы в режиме форс-мажора. Значит, что это показало? Какие в первые же дни стали видны результаты? Первое, что вся эта дистанционка – это полная профанация, причем во всех смыслах. Во-первых, первое, что произошло, что все сервера, которые стали запускать, они стали зависать, ничего не работало нормально, то есть сложился в итоге полный хаос. И фактически можно сказать, что вся эта идея, она с треском провалилась, и у многих родителей просто упал и клина с глаз. Те, кто еще какие-то иллюзии питал по поводу тистанционного образования, потому что ничего о нем не знал, все увидели, как это действует на практике. И вот это, кстати говоря, хорошо, потому что приобрели опыт, который никогда невозможно было приобрести, если бы вот это вот так резко не стали внедрять. Если бы они это все делали постепенно, вот как по методу вареной лягушки, тогда, конечно, бы это было сложнее. А сейчас все это выявилось. И вот, значит, те оценки, которые давали, дают сейчас люди, которые сидят бедные за этим дистанционным учением, которые все-таки приняли, такое, значит, это полный хаос, это шок, апокалипсис, это ужас, светопредставление, все прочее. Вот те бедные родители, которые приняли эту систему, вот они получили это сполна. И все прелести вот этих вот удаленных занятий, они оказались на лицо. И, конечно, абсурд этого проявился тогда, когда на дистанционку стали приводить изобразительное искусство, физкультуру, музыку и другие технологии, которые, в принципе, невозможно провести на дистанционке. Это вот этот первый аспект, значит, или первое следствие, которое надо выделить. Второе, очень важный момент, значит, что фактически свершено преступление, потому что родители заставили регистрироваться из детей на цифровых платформах, которые абсолютно не защищены, нет никакой защиты персональных данных, чтобы они там не говорили. Тем более, что если мы посмотрим, на какие севера заставили перекладывать родители, это следующее. Например, берем образовательный СРУ «Сколковский Я-класс». Значит, что это такое? Инвестируется в фонд «Вестнесс Инвестмент» и «Алмазный капитал». Значит, «Алмазный капитал» – это международный венчурный фонд. Штаб-квартира находится в Силиконовой долине в США. Среди инвесторов фонда – Европейский банк реконструкции и развития Международной финансовой корпорации. Начали им группу мирового банка «Сиско». «Сиско» – американская компания, как мы знаем, которая разрабатывает, продает сетевое оборудование на территории России. Причем опыт разработок и производства оборудования остается за рубежом. И уже неоднократно компанию «Сиско» в России обвиняли, что она инициирует утечку мозгов, потому что она выделяет громадные деньги для проведения главанного конкурса среди российских граждан с обтравлением целью поиска новых возможностей развития бизнеса. «Сиско» и фактически выявление талантных детей для переправки, понятно, каким образом их потом за рубеж. Другой пример – это платформа «Зум». Ее сейчас всячески рекомендуют, но что это такое опять-таки? «Зум Видеокоммуникашн» – это компания со штаб-квартиры в Сан-Хосе, Халифорния, основанном в 2011 году ведущим инженером той же компании «Сиско». И вот что произошло с этой «Зумом». Это особенно интересно и особенно показательно. Произошло следующее, что в марте стало известно, что громадные тысячи данных уходят в сеть. Руководитель гендиректора «Зум» извинился за проблемы с конфиденциальности, безопасности. Выяснилось, что видеозвонки в «Зум» не защищены скваженным шифрованием и доступ к беседе имеют не только ее участники, но и различную роду другие структуры. Потом выяснилось, что они отправляют аналитические данные в «Фейсбук». До того дошло, что компании SpaceX и NASA рекомендовали своим сотрудникам, не пользуются данной программой. Кстати говоря, после этого цена акции компании резко упала. Значит, именно на «Зум», на эту платформу нас сейчас категорически рекомендуют переходить родителям. Причем, опять-таки, что делают? Это делают директоры учителя, они рекомендуют родителям. Когда родители начинают возмущаться, вращаться к учителям, они говорят, что нам так рекомендовали сверху. При этом, кто непосредственно несет ответственность за вот эту рекомендацию или за указание, остается неизвестным. То есть, как всегда, перекладывая всю ответственность на рядовых учителей, на директоров. А те, кто отдает эту команду, остаются в сети. Вот еще один очень возмутительный такой показательный факт в Калуге. Во время школьной лекции о православии, когда показывали на «Северзум» детям соответствующий материал, включился порнофильм. Причем несколько раз пытались это все дело остановить, но не смогли, он периодически включался. Вот что делают вот эти вот «Севера». Значит, это особая тема. Я думаю, что, конечно, этим тоже должна заниматься прокуратура ФСБ. Куда заставляют отдавать данные наших детей и куда они уходят. Ну и, наконец, самый главный, третий этот аспект – это то, что мне так радно писали, говорили. Значит, через дистанционное обучение детей заставляют погружаться в сеть. И заставляют фактически полностью несколько часов в день пользоваться цифровыми технологиями. Что категорически недопустимо, потому что нету никаких САНПИНов. А те данные, которые у нас есть, которые публикуют ученые серьезные, они показывают о том, что складывается страшная цифровая зависимость детей, изменяется структура мозга, происходит то, что мы называем цифровым слабоумием, то есть это уже диагноз, который говорит об изменении и об атрофии участков мозга. Дальше происходит здоровье психическое и физическое порча. И это уже, значит, опять-таки нарушение закона об образовании, которое запрещает использовать технологии, которые наносят вред физическому и психическому здоровью детей. И вот сегодня родители убеждаются уже сами лично, да, когда вот они сажают бедных детей за компьютеры, что это так, потому что все жалуются на что? Что резко ухудшается психическое состояние наших детей. Значит, тут много, мы можем еще об этом всем говорить, но что мы видим? Мы видим, что вот в этой ситуации, когда фактически дистанционка показала, что вся эта, весь этот прекрасный цифровой образование – это полный блеф. Значит, действительно, мы видим внезапное заявление Матвиенко о том, что необходимо, причем написала она, простите, это у себя, как это сейчас модно стало, да, в своем блоге на сайте Софи, да, не какое-то там официальное заявление где-то, а на блоге Софи, да, мы знаем, какое-то это сейчас имеет значение. Потому что именно таким образом власть сегодня разговаривает с народом. И она заявила следующее. Пандемия коронавируса дала импульс. Вот обратите внимание, какие слова, да, не вынудила, а дала импульс. То есть они фактически рассматривают пандемию как нечто положительное. Дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционной, так и дистанционной цифровой технологии будущего. Дальше очень важная вещь. Будущее именно за такой системой, а она требует более точного правового законодательного оформления уже в ближайшее время. То есть, боясь констатировать полный провал дистанционки, боясь, что сейчас произойдет случай вот добровольного навязывания резкое неприятие, они решили срочно подстраховаться и принять закон, который обязует использовать это дистанционное обучение уже не в качестве некого дополнительного средства, а в качестве обязательного, в качестве нормы. И дальше вот она пишет, во всяком случае я придерживаюсь такой позиции, надо понимать, что дистанционное обучение теперь уже не будет практиковаться как резервный временный способ, только в чрезвычайных ситуациях вроде нынешней. Оно имеет немало плюсов. То есть, фактически, можно понять следующее, что власть проявляет свою полную безответственность, она не может дать реального анализа ситуации, она не может управлять ситуацией, и поэтому, как всегда, в таких условиях, да, она начинает прибегать вот к насильному навязыванию законов, которые наши граждане не могут не выполнять, да, потому что закон есть закон. То есть, другого способа навязать дистанционку, как только это нет. То есть, понимаете, мы видим, опять-таки, повторяется та же ситуация, как и с цифровым контролем, что вместо того, чтобы решать реальные проблемы здравоохранения, они ужесточают контроль и опробуют свою цифровую платформу государственного управления, о которой мы столько говорили, и то же самое с образованием. Вместо того, чтобы решить проблему так, как это решилось бы, например, в Советском Союзе, в любом нормальном обществе, если складываются фосмажорные обстоятельства, то отпускать детей на каникулы, это потом можно будет все компенсировать, либо начав раньше занятия, либо как-то интенсивный курс, но никаким образом, да, не наводить, не приводить меры, которые действительно реально вредят здоровью и, самое главное, уничтожают школу как таковую. Вот. И то, что это не было просто заявлением Матвиенко, это подтвердил тут же поддержавший ее министр просвещения Кравцов, который, значит, заявил следующее, что ситуация, в которой мы все сегодня оказались и масштабы перехода на дистанционное обучение диктует нам необходимость новых правовых основ в системе образования. Мы поддерживаем задачу, обозначенную Валентиной Ивановной, то есть, оказывается, это была задача, она в своем блоге ее обозначила. Они ее тут же поддержали и готовы максимально включиться в проработку законодательного уровня дистанционного образования. Призываем присоединиться к этому процессу и экспертное сообщество, и заинтересованные ведомства. Дистанционная форма обучения – важный элемент образовательного процесса, существенно расширяющийся возможности учащегося. У нас здесь не должно быть никаких иллюзий. Когда цифровики говорят о дистанционном образовании, мы должны понимать, что для них оно является основным. Оно не является важным элементом образовательного процесса. Поэтому речь идет о том, что они готовят, судя по всему, закон, который сделает нам дистанционное образование всеобщим и бесплатным. То есть, они фактически выполнят ту статью Конституции, которая гарантирует нам бесплатное всеобщее образование. Но оно будет исключительно дистанционным. А если вы хотите другую, классическую школу, традиционную школу, человеческое, как они говорят, обучение, то оно будет уже платным. По крайней мере, именно вот это прописано в форсайт проекте образования 2030, где черным по белому они говорят, что будет у нас образование дистанционное онлайн для миллионов и для узкой группы лиц будет обучение или образование человеческое. И сейчас мы видим действительно, что сильный мир из сего, так же, как и российские элиты, они своих детей обучают в частных гимназиях и школах. Там идет обычное обучение, в то время как нашим детям готовят вот это вот дистанционное онлайн обучение, которое станет фактически обязательным, потому что именно оно будет бесплатным. Вот эту вещь я хотела подчеркнуть, потому что если речь идет о складывании цифровой платформы управления как таковой, то все, абсолютно все услуги переходят в дистанционную форму. И все будет делаться через цифровой профиль. Так что еще раз хочу подчеркнуть, пусть родители не питают какие-либо иллюзии, что это будут просто какие-то некие отдельные элементы. А отдельных элементов нет, потому что онлайн обучение, оно является цельной, целостной. Это целостный проект, который предполагает не только дистанционную форму обучения, но цифровые программы, цифровые методы обучения и цифровой анализ за контрольными за тестами. Вот. То есть тут другого ничего не может быть и выбора никакого не будет. То есть понимаете, они себя ведут как жулики, да? Как люди, которые обличили, и они теперь пытаются прикрыться вот этим вот фикцией, да? Вот такой, опять-таки, правовой этой бумажкой, наскоро сделанной. Я абсолютно уверена, что законопроект у них уже на самом деле готов. Это все придумки, что они будут с неким экспертным сообществом все это обсуждать, с какими-то заинтересованными ведомствами. Кстати, насчет экспертов и ведомств нам тоже очень хорошо известно, что это за ведомство, да? Это Высшая школа экономики, это Московская школа управления Сколково, это агентство стратегических инициатив. Мы все это знаем, потому что все эти планы опубликованы. Поэтому тут лукавство за лукавством и ложь на лжи. Вот. Поэтому сегодня речь идет действительно о том, что они ускоренными темпами пытаются добить нашу традиционную школу. И если сейчас это дистанционное обучение будет вот под этих условиях, когда люди пребывают в состоянии неопределенности, страха, да, полной дезориентации, потому что никто не знает, когда это закончится, никто не знает, надолго это или нет. Да, выступать против этого нельзя, потому что значит ты будешь врагом на тех, кто борется с коронавирусом. Вот в этих условиях, когда люди пребывают в состоянии страха, легче всего проводить и навязывать вот такие законы. Вот. Поэтому сегодня я думаю, что нам надо, конечно, всем мобилизоваться и быть всегда, то есть быть сейчас на связи, да. В ближайшее время, насколько я знаю, будет подготовлено ряд очень серьезных документов и обращений разъясняющих ситуацию дистанционного образования вообще с тем, что у нас происходит в этой сфере. Потому что у нас было уже множество обращений и в Генеральную прокуратуру, и в Министерство здравоохранения. Объемные заявления, которые показывали недопустимость перехода на цифровую школу, потому что мы аналитики и эксперты, серьезные ученые, педагоги, медики определяли цифровую школу как преступление против детей. Потому что это наносит вред и физическому и психическому здоровью детей, и это наносит вред безопасности нашей страны, потому что фактически это означает ликвидацию традиционного образования как такового, а другого образования быть не может. Да, цифровые технологии можно использовать в определенных сферах, но проводить цифровую школу это преступление. Вот такие дела сейчас у нас складываются. Важно понимать одну вещь. Я сейчас обращаюсь ко всем думающим людям, потому что именно сейчас вот в такой чрезвычайной ситуации, я имею в виду общей чрезвычайной ситуации, не в юридическом смысле этого слова, как раз и проявляется кто есть кто, что есть что. То есть проявляется истинное лицо нашей власти, проявляется их цель и задачи. И тут нужно все понимать как звенья одной цепи, то есть уметь видеть общее, уметь видеть главное. Речь идет о том, некоторое время назад мы об этом говорили, что уже приняты планы о превращении нашего государства в цифровую платформу, о создании государства как цифровую платформу. И вот смотрите, как интересно. Как только начинается эта ситуация, мы с вами говорили, 17 марта принимается первая чтение законопроект о проведении эксперимента о правовом режиме, введении экспериментального правового режима в Москве для внедрения искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта и для изменения статьи 6 о персональных данных. Далее мы видим в ускоренном порядке, в нарушении законов, введение фактически у нас цифрового контроля И одновременно мы видим в ускоренном порядке введение у нас цифрового дистанционного образования. То есть фактически они используют эту ситуацию, это сейчас очень важно понимать, ситуацию, еще раз хочу сказать, неопределенности и страха, который давлеет в наших людях, для того, чтобы фактически обкатать эту цифровую платформу. Что необходимо для этой цифровой платформы, чтобы она заработала? Необходима большая база данных. Вот они сейчас создают эту базу данных. Через пропуска они фактически регистрируют всех на портале, получая необходимую информацию. Значит, дальше через дистанционку они тоже всех регистрируют, потому что это очень важный момент. И смотрите, они говорят так, вы можете переходить на дистанционное образование. Кто отказывается, переходите на домашний, но вы должны зарегистрироваться все равно на портале и передавать через интернет результаты домашних работ. То есть все равно выбора нет. Да, так или иначе, но детей загоняют родители в эти информационные сети. Есть еще третий вариант. Если вы не принимаете ни того, ни другого, тогда забирайте документы, переходите на семейное обучение. Вот такая интересная вещь. То есть, еще раз хочу сказать, не мыть темную катание. У нас всех заставляют фактически передавать свои данные вот на эту цифровую платформу. Что дальше будет с этим данным, мы не знаем, но понятно, что они сейчас готовят это для того, чтобы подготовить вот эти уже опробованные платформы, на которых они будут создавать вот это государство как платформа. И помните, мы говорили о роли Сбербанка, о роли цифровой платформы Сбербанка. И вот буквально на днях оформляется быстро, как бы тихо сделка, правительство покупает Сбербанк. Но мы знаем, какую роль ГРЭФ играет в утверждении, во внедрении цифрового образования. Мы знаем, что именно ему поручено оформление в трех регионах внедрение вот этой цифровой индивидуальной платформы обучения. Ну вот, поэтому все это звенья одной цепи, все это части, так сказать, как бы одного проекта. И я думаю, что это требует очень широкого, не просто широкого сейчас, а срочного обсуждения. Как угодно, да, на конференции, на круглых столах, через обращение, чтобы люди понимали, что фактически происходит вот эта вот цифровая революция, о которой они столько мечтали. И вот в качестве примера, то есть, чтобы люди поняли, о чем идет речь, я категорически советую прочитать статью Кузьминова, которая называется «Вирусная революция», двоеточие, «Пандемия изменит мир до неузнаваемости». Вот это их манифест. Вот, то, что вот эта, вся эта ситуация закончится глубоким провалом, да, разрушением экономики, социальным бедствием, потому что у нас уже, уже официально говорят, что это у нас будет не меньше 15 миллионов безработных в Москве, данной, да, на миллионы безработных. Далее, разрушением других структур жизнедеятельности, и нам придется просто потом восстанавливать все с нуля, вот об этом, естественно, они молчат. Они рисуют некий виртуальный мир, который они планируют строить, потому что они хотят воспользоваться ускоренно, да, вот этой ситуацией, чтобы быстро-быстро это все провести, потому что, может, такой-другой не получится, если они опять нам что-то не придумают. Вот, но закончится это все действительно страшным обвалом и разорением. И нам придется, я уже не говорю сейчас и про сельское хозяйство, потому что фактически срывается посевная, да, то есть что нас там ждет впереди еще в этом, никто не знает, хотя можно уже, умные люди могут догадаться и понять. Вот, поэтому сейчас без активной позиции граждан ситуация будет ухудшаться резко и очень быстро. Поэтому надо это все осознавать и не допустить разрушения вот этих вот государствообразующих структур, да, всех тех, кто тут, которые вообще обеспечивают жизнедеятельность общества как такового. К чему относятся и здравоохранение, и образование в первую очередь. Вот то, что произошло со здравоохранением мы уже видим. Вот сейчас еще раз хочу подчеркнуть, готовится разрушение образования. Если его сейчас разрушат, если традиционную школу разрушат, восстановить ее будет уже невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok